Здравствуйте дорогие зрители моего канала! Меня зовут Дмитрий и я рад представить вам очередной 46 выпуск еженедельного обзора отечественных инди-игр в разработке. Этот выпуск посвящен недавно завершившемуся конкурсу экшн-игр на форуме gamedev.ru под кодовым названием Astalavista Baby. Конкурс начался 10 сентября и после нескольких продлений завершился 10 декабря. Главным условием конкурса было то, чтобы игра представляла из себя экшн. Призы? А кому нужны призы на настоящем джентльменском состязании? Из 52 человек, подавших заявку на участие в конкурсе, до финала дошли лишь 11, что несомненно прогресс по сравнению с предыдущим конкурсом гонок. Не в процентном соотношении, а в абсолютном. Я составил некий топ 11 проектов и расположил их так, что сначала будут проекты, которые понравились мне меньше всего, а в конце тот, кому я отдал бы первое место. Я оценивал игры по сугубо субъективному критерию. Нравится она мне или нет? Ну и еще всякие мелкие детали, которые лично мне кажутся важными. В общем, приготовьте чаек и печеньки. Поехали! Начнем с проекта, который называется Место, где он живет. Разрабатывался товарищем Ку-Ку на Блиц 3D. Это технически это шутер от третьего лица. У нас под управлением Гнум с бутылочкой яда внутри сумочки, на которой полигонов больше, чем на нем самом. Нажатием на кнопку W можно посмотреть сетку того, что изображено на экране. Можно стрелять и даже где-то присутствует терраформирование. В земле остаются ямы от выстрелов. Также тут присутствует и место, где он живет. Знаменитый замок Гнума. А еще какие-то психоделические штуки. Динозавры, не анкет, летающие над облаками. Да еще и в папке с игрой ресурсы в перемешку. Да и в папках с русскоязычными именами. И игра лежит дважды сама в себе внутри конкурсного архива. Короче, тот еще трэш. Но какой-то свой теплый и ламповый. Но трэш. Ну и технически экшена тут нет. Поэтому слив. Следующий. Следующий проект называется Сила Кариулиса. И разрабатывался товарищем Fort Perfect на WinAPI и OpenGL. Это шутер от первого лица на космической станции. Без гравитации, зато с возможностью цепляться и подтягиваться при помощи каната с липучкой. В игре реализован единственный режим. Deathmatch с ботами. Мультиплеера нет. Тащим-то людям со слабым мозжечком не советую. Велика возможность увидеть свой завтрак во второй раз. Ну или как минимум голова заболит. Пульки летят по какой-то совершенно непонятной траектории. Ну и в общем игра, на мой взгляд, не очень удалась. Зато весь контент в игре генерируемый. И весит она 780 килобайт. Это дает проекту дополнительный балл в моих глазах. Следующий. Следующий проект называется Cobas. И разрабатывался товарищем Бинго Бонго на Unreal Engine 4. Это шутер от третьего лица в футуристическом сеттинге. Я пока не сильно разбираюсь в ассетах на Unreal Engine 4, но сдается мне, судя по общему качеству исполнения, автор не стал бы тратить драгоценное время и силу на клепание окружения и кучи разных противников. Да и героиня как бы даже оружие в руках держать не умеет. Это свидетельствует о том, что ее делали не конкретно для этого проекта. Короче, контент не авторский. Ну, может кроме чекпоинтов и аптечек. Вы бегаете за девушку с равномерным силиконовым спекуляром и походкой в раскоряку. Убиваете безобидных ученых, офицеров охраны и еще черт знает кого с ракетницами и светящимися мечами. Уровень представляет из себя кишку, прерывающуюся аренами. Когда вы заходите на арену, двери запираются и со всех углов начинают спауниться противники. Убиваем всех противников, выходим с арены, подбираем аптечку, бежим до следующей арены повторить. В целом, ничего особенного. Unreal Engine пытается изо всех сил сделать картинку красивее, но криво настроенные текстуры и корявая девочка-протагонист успешно ему в этом препятствуют. Следующий. Следующий проект называется Dead New York и разрабатывается товарищем Витто Сканелли на Unreal Engine 4. Это экшн-шутер от первого лица в Нью-Йорке после зомби-апокалипсиса. Вы появляетесь в городе, заполненном зомби на рассвете. Нужно убивать их, получать очки опыта и патроны. Патроны заряжаем в пулемет и убиваем еще больше зомби. За опыт прокачиваем персонажа, всякое количество жизни и урон от разного оружия. На словах звучит хорошо, но на деле же картина следующая. Патронов с жмуриков выпадает по одной-две штуки. Пулемет выплевывает эти два патрона в мгновение ока. Да и не факт, что хоть одного зомбака завалит. Поэтому стрелять в игре тупо невыгодно. Резать с ножа может быть и есть тактика какая-нибудь, но не получать звездюлей при убиении зомби с ножа я не смог. Ну и, кажись, прокачка только на одну жизнь. Да, весь этот чудесный город, судя по всему, выдран из GTA 4. Да еще и вставлен в движок без единой карты нормалей. Ну и зомби с главным персонажем, судя по всему, также перекочевали в игру из какого-то ассета. В общем, как-то так. Был бы у персонажа меткий пистолет, способный вынести зомби с одного хэдшота. Было бы намного приятнее. Ну и прокачка после смерти оставалась бы. Это был бы уже совсем иной жанр и калибр игры. Следующий. Следующий проект носит имя Parallel Worlds. И разрабатывается, пожалуй, самым известным за пределами форума товарищем Лисом. На Unreal Engine 4. Это шутер от третьего лица проантропоморфного кота-инопланетянина с гипербластером, жуткой кучей накрученных спецэффектов, флееров, блесточек, свистелок и перделок. Ну, короче, Лис, как всегда, в своем репертуаре. Был у него как-то в 2006 году проект, где две сферы на сцене выдавали на несколько миллионов полигонов. В общем, долгая история. Сюжет данной игры тесно переплетается с его то ли книгой, то ли комиксом, то ли мультиком, то ли игрой. В общем, есть у него в голове конкретная история. И он уже несколько лет пытается воплотить ее в жизнь различными художественными способами. Ну и в принципе, тут у него хотя бы модельки собственного производства. И на том молодец. Следующий проект называется Dota FPS и разрабатывается товарищем Дамик на Torque 3D. Это, как понятно из названия, моба от первого и третьего лица. Есть карта с несколькими тропинками. На этих тропинках есть некоторые контрольные точки. По тропинкам прутся боты. Ваша с ними задача удержать свои контрольные точки и по возможности захватить новые. Ну или как-то по-другому. Я в доте и прочих мобах не силен. В игре можно переключить камеру на вид от третьего лица. Это хорошо. Благодаря анимации и ее блендингу, желание переключать на вид от третьего лица пропадает. Это плохо. Пули летят медленно. Пушка стреляет медленно. Персонаж перемещается медленно. Единственная радость прыгает высоко. В общем, если модельки солдатиков и пушек авторские, то круто. Ну а так ничего особенного. Ах да, подразумевается, что есть еще и сетевой режим. Хотя проверить возможности не было. Следующий. Следующий проект называется DejaVurium и разрабатывается товарищам Нитрашки на Unreal Engine 4. Это шутер-головоломка от первого лица. Здесь нам предстоит стрелять в непонятных человечков и собирать с них капсулы времени. Собрав пять капсул, мы можем отправиться в прошлое, чтобы исправить там порядок вещей. Если бегать по будущему и запоминать расположение разоцветных предметов, то попасть в прошлое можно обнаружить, что предметы не на своем месте. Вам следует поставить их туда, где они должны находиться. А также повернуть некоторые предметы типа качелей. Иногда можно войти в прошлое ненадолго, чтобы обхитрить своих противников. На самом деле, мне кажется, шутерная составляющая прикручена сюда в самый последний момент. И в принципе игре совершенно не нужна. Я надеюсь, автор доделает свое детище и выпустит в свет полноценный квест-головоломку, без этой не пришей к звезде рукав нелепой стрельбы. Следующий. Следующий проект называется Tiny Shooter и разрабатывался товарищем Роман Шувалов. Это мультиплеерный шутер от первого лица с двухмерной логикой. Здесь мы бегаем по карте, заполненной ботами и аптечками. Цель убить как можно больше ботов. Они, кстати, такие же полноценные игроки, как и вы. Так что аптечки будут жрать за милую душу. Почему двухмерная логика? Ваш персонаж перемещается по миру, как по двухмерной карте. То есть он не может прыгать, он не может забираться на какие-то препятствия, он не может подняться выше пола. В общем, как в первых думах. Как-то так. Следующий. Следующий проект называется Bequids и разрабатывал его товарищ Майкл на Visual Basic 6. Это динамичный шутер от первого лица. Что-то смахивающее на вторую-третью куваку. Бегаем, прыгаем, убиваем кривой и тормозной пушкой других прыгающих и бегающих кракозябра. Собираем аптечки, подбираем новое оружие. Главная фишка в том, что уровень по мере прохождения постоянно трансформируется. После нажатия на доступные переключатели, некоторые элементы уровня уходят в землю, другие наоборот вылезают наружу, открывая возможности к дальнейшему прохождению. Нечто подобное мы наблюдали в первых думах, например в уровне с киберпауками во втором думе. Крафика приятная, управление удобное и отзывчивое, можно сохраняться и загружаться. Напрягает немного излишняя хардкорность, особенно тот факт, что аптечки восстанавливают лишь 50 очков здоровья. Ну а так, вполне себе достойный конкурсант. Следующий. Следующий проект называется «Стреляй во врагов, чтобы они умерли» и разрабатывался товарищем Дампайр на собственном движке. Это рогалик-шутер от первого лица с генерируемыми уровнями, генерируемыми пушками и все. Задача игрока – идти и стрелять, изредка уворачиваясь от пуль противников. Надо найти выход на следующий уровень, где супостаты станут жирнее, здоровье дороже и пушки мощнее. В каждой второй встречной комнате в угу стоит скромный автомат по выдаче патронов и аптечек. У вас ограниченное количество условного ресурса и его больше нельзя подобрать на уровне. В общем, выглядит прикольно. И выглядело бы еще лучше, если бы автора не кидало из стороны лоу-поли пиксель арта в сторону флэт пиксель арта. На мой взгляд, трехмерные противники смотрелись бы органичнее в подобном окружении. Разработчик ведет работу над своим проектом уже почти год. И тут выпала возможность – игра попадает в условия конкурса. Ну что ж, пусть будет тоже достойный конкурсант. Следующий. Ну и последний проект называется Sinners Should Be Dead. И разрабатывался товарищем Мадвер и еще несколькими людьми на Юнити. Это олдскульный шутер от первого лица с графоном а-ля в Тарадум, Дюк-Нюкен и прочее. По моему мнению, это один из лучших проектов конкурса. Крутой гармоничный пикселявый графон, классные противники, крутая анимированная пушка, куча крови и чумовой саундтрек. Тут даже тактику надо применять. Вот этих вот красных зверюк нужно закруживать. Их сильно заносит на поворотах. Ну и просто так от них не убежать, они быстрее. Основная претензия к игре – патронов на всех не хватает. Было бы намного лучше, если бы из стрелков иногда выпадали патроны. А в остальном нравится все. Нужно продолжить разработку, клепать разнообразные уровни, прикручивать сюжет и наращивать сложность постепенно. Проект, как мне кажется, так и просится на Steam. Этот конкурсант получает от меня лично первое место на конкурсе экшн-игр Асталависта Бэйби. А на этом все. Конкурс экшенов 2015 на форуме геймдев.ру завершен. Все разработчики, дошедшие до финала – молодцы, респект им и уважуха. А тем, кто слился – позор. И мне в том числе. А спонсорами этого выпуска стали «Титус», «Эмнил» и «Диабло». На патреоне «Арктик Нойз», «Владимир Коба», «Команда Ксенокомбат», «Алпрок» и «Глум». Спасибо вам огромное. Благодаря вам обзор может расти и отечественные инди-разработчики могут получать больше внимания. А если вы также решили поддержать обзор финансово, в описании к этому видео вы найдете все необходимые реквизиты, включая патреон. За сим разрешите откланяться. Было весело, спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось так же, как и мне. Пишите в комментариях, какой проект понравился вам больше всего. И вот это вот все. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, можете даже на Твиттер подписаться. Я не обижусь. Увидимся в следующем выпуске, играйте и разрабатывайте только хорошие игры. С вами был Дмитрий, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok